Устроить бойню в клубе, двоих застрелить, еще троих ранить, и даже этого мало, чтобы получить тюремный срок. В Киеве высший специализированный суд отменил приговор Вячеславу Андреевскому, известному как стрелок из Беллини. В 12-м году он устроил стрельбу в Одесском ночном клубе, за что получил пожизненный срок, но теперь может выйти на свободу. Архивные кадры и зима 12-го года. Одесская милиция только что повязала полтовчанина Вячеслава Андреевского. В наручниках и на асфальте он все еще угрожает связями и корочкой. А работаю в КВТ по контролю над правоохранительными органами, при администрации президента. Ну, молодец. Ну, класс. В ночь 9 декабря Андреевский отдыхал в ночном клубе Беллини. Сначала он устраивает потасовку, а через полчаса возвращается с карабином в руках. Далее бойня. Пули летят прямо в толпу. В трех магазинах просматриваются патроны, нож в чехле в закрытом положении. Северное кладбище. Здесь покоится первая жертва стрелка. Татьяне Делиергиевой было 29 лет. Ее дочери только три. Родные говорят, по клубам молодая мама не ходила. В кои-то веки выбралась на день рождения к подруге. Она долго хотела. Ребеночка. Ну, вот Бог подарил. Такой вот. Такой подонок какой-то нашелся, чтобы убил ее. Господи. Это ему давать пожизненно, чтобы он и не вернулся оттуда. Наша девочка гниет, а он живет. Второй погибший Даниил Зайцев. Мать парня со слезами рассказывает. Сын отучился в военном лицее, поработал в милиции. В свои 24 даже семью завести не успел. У него была любовь. И он такой влюбленный, пылкий, горячий был. Хороший парень вообще. Классный парень. Что я могу сказать? Это не то, что дыра у тебя в сердце появляется. Это какое-то такое непонятное ощущение. Ну, как-то для нашей большой семьи, для наших друзей он всегда с нами. Как будто бы он куда-то уехал, где-то в командировке. И мы стараемся себя так как-то успокаивать хотя бы. Стрелок из Беллини еще в 2014 году получил пожизненный срок. Приговор подтвердили в апелляции, но убийца до сих пор утверждает. Стрелял в толпу наугад. Поэтому судить его должны за убийство по неосторожности. Он мотивирует это тем, что, опять же, у него не было там какого-то прямого умысла. У него был только косвенный умысел. Он не хотел никому там причинить там какого-то вреда. Но, по сути, человек взял карабин, зашел в общественное место, начал просто расстреливать беззащитных людей. Адвокаты Андреевского обжаловали приговор высшим специализированным суде в Киеве. Они настаивают. Стрелку якобы не сообщили о праве на суд присяжных. Так что дело нужно слушать по новой. Мне не было разъяснено ни в письменном, ни в устном виде, что подтверждается журналом судебных заседаний, ни не подтверждается аудиозаписью, что этого не было. С этим нарушением я считаю, что в отношении у меня было нарушено статья 6-я, Конвенция защиты прав человека, основоположный суббот. Как ни странно, у защиты обвинения здесь полное согласие. Прокурор поддерживает повторное рассмотрение дела, а вот телекамеры при этом почему-то боятся. Я заперечу, что до съемки меня особисто. Я не заперечу, что до съемки процесса. Но я особисто, как физичная особа, заперечу, чтобы меня снимали. Результат такого слушания – ожидаемый приговор отмененный. Судебный марафон стартует в Одессе с самого начала. Сколько нужно лишить жизни, чтобы уже остался этот убийца и бандит сидеть в тюрьме? Вот сколько надо? Давайте его выпускать и дальше что? Веселый, задорный такой и уверенный. Вот это беспокоит, понимаете? Чем подкреплена его уверенность? Я ни на что не намекаю, но решение очень странное. В деле стрелка десятки томов, более 70 свидетелей. Со дня бойни в клубе идет пятый год, так что судебная волокита гарантирована. Но родные погибших все равно планируют еще раз добиваться пожизненного срока. До конца никаких у нас не будет никаких отступлений. Будем идти до полного конца. Не все продажные и предатели есть, все-таки люди, которые понимают и, я думаю, сделают выводы. Дело стрелка из Беллини рассмотрят в Приморском суде. Заседания пока не назначены. Тем временем Андреевского переводят из колонии в следственный изолятор. Так что стрелок начинает набирать баллы по закону Савченко. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал.